Кто за что отвечает? В сентябре 2014 года в Ненецком округе был принят закон за номером 95 о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого округа и органами государственной власти региона. Чем в рамках закона должны заниматься органы местного самоуправления, в частности города, сегодня мы поговорим в этой студии. Я приветствую заместителя начальника правового управления аппарата администрации Ненецкого округа Ирину Лыкову. Здравствуйте, Ирина Александровна. И депутата окружного собрания депутатов Виктора Юлиановича Кмит. Здравствуйте, Виктор Юлианович. Что ж, тема заявлена. Давайте вообще, наверное, обозначим доступным языком, да, что же гласит закон за номером 95 ОЗ. Закон за номером 95 ОЗ, принятый в сентябре 2014 года, перераспределил полномочия органов местного самоуправления. Этот закон касается полномочий органов местного самоуправления всех органов и городского округа, и муниципального района, и городского поселения, которым у нас является поселок искателей и сельских поселений. В соответствии с этим законом ряд полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных образований перешел к органам государственной власти Ненецкого автономного округа. Полномочия теперь распределены сроком на 10 лет. То есть до 2024 года, получается, до сентября. До конца 2024 года, поскольку закон вступил в силу с 1 января 2015 года. Если говорить шире, какие же полномочия теперь у округа, какие полномочия у города, если мы в данном случае говорим про городской округ, город Нарьинмар? Если говорить именно про город Нарьинмар, то к органам государственной власти Ненецкого автономного округа перешли полномочия прежде всего в таких сферах, как образование, культура, физическая культура и спорт, библиотечное дело. Это полномочия в области жилищного строительства, полномочия в области разработки правил, документов территориального планирования. Прежде всего речь идет о генплане. Полномочия по выдаче разрешений на строительство, по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Также перераспределены полномочия в области организации электротеплогаза, водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом. Но здесь нужно сделать оговорку, что в этой части полномочия перейдут к органам государственной власти округа только начиная с 2020 года, поскольку законом округа установлен переходный период в отношении этих полномочий, который закончится в конце 2019. Виктор Ильянович, вот вы как председатель комиссии по госустройству местного самоуправления, собрание депутатов Ненецкого округа. Как можете оценить этот закон? Видите, в чём дело. Вот Ирина Александровна таким сухим документальным юридическим языком фактически оформила и разъяснила то, над чем мы, ну не мы, предыдущий САЗИ практически принял этот закон, а нам пришлось столкнуться уже практически с его реализацией. Я хочу сказать, что этот закон, который был принят в сентябре 2014 года, в течение вот 15-16 лет было принято достаточно много изменений. Если хотел бы остановиться несколько на предпосылках принятия этого закона. Понимаете, в чём дело? Дело в том, что федеральный законодатель принял решение дать органам госвласти субъектов достаточно большие полномочия по перераспределению между уровнями публичной власти полномочий по решению вопроса местного значения. Если раньше они были такие, вот чётко их нельзя было изменить, только на основании вот этого 131-го закона или профильных законов в том числе, то сейчас это даётся за исключением ряда, так сказать, несгораемых полномочий, это даётся всё остальное на откуп органам госвласти. И органы госвласти субъектов в зависимости от исторически сложившихся каких-то взаимоотношений, от какой-то практики и опыта управления регионами, они вправе принимать решение по то ли поднятию на более высокий уровень госвласти этих полномочий, то ли оставлению их там в сельских поселениях, в городском поселении, в городском округе и так далее. Нельзя не сказать, что 95-й закон достаточно был резонансный, потому что для нашего округа и для многих других субъектов федерации, а по такому же пути пришли несколько субъектов по объёмному пакетам перераспределения полномочий, естественно, он повлёк определённые последствия. Вот то, что Ирина Александровна сказала, например, за одним словом перераспределения полномочий в сфере образования стоит огромный блок вопросов по передаче имущественного комплекса учреждений образования, понимаете? И естественно, что когда этот был принят закон, вызвало неоднозначную реакцию. Но необходимо сказать, что логика принятия этого закона есть, потому что у нас округ, развиваясь достаточно так самостоятельно и оригинально с самого начала, вы знаете, у нас не было районного отделения. И практически, учитывая вот эту особенность, у нас в округе один город и все органы управления, и местного самоуправления, и органы госвластия, они сосредоточены в окружном центре. И поэтому практически получилось, что здесь и центр логистики, здесь и центр связи. И поэтому исторически получилось так, что все цепочки управления, они были сосредоточены, пересекались именно здесь в городе. Поэтому и многие жители города и люди, осуществляющие управление, вот принятие 131-го закона, который сделало обязательным районное деление, и плюс наделение некоторых городов статусом городских округов, они восприняли как избыточное для нашего округа. С другой стороны, есть плюсы определённые. Вот, например, осуществление районом своих функций, оно придало больший драйв, так сказать, в развитии сельских поселений. Нельзя этого не заметить. Но решение на основании федерального закона органами госвласти вот этого комплекса вопросов, то есть передача полномочий наиболее финансово затратных, я хочу обратить внимание, на органы госвласти, оно, в принципе, тоже имеет под собой определённую внутреннюю логику. Вот. Другой вопрос, что мы вместе с органами местного управления должны отслеживать, каким образом идёт выполнение полномочий и своевременно вносить коррективы, если где-то возникают узкие места. И хочется сказать, что эти коррективы, как я уже сказал, они достаточно серьёзно вносились. Поэтому я считаю, что в настоящее время вот этот баланс полномочий между органами госвласти и органами местного управления в целом он где-то соответствует реальному положению дел. Вот вы сказали, что органы госвласти отслеживают, вносят какие-то коррективы. Значит ли это, что органы местного самоуправления подчиняются органам государственной власти? Нет. Органы местного самоуправления не входят в систему органов госвласти по конституции. У каждого органа есть набор своих полномочий. Органы госвласти руководствуются 184-м законом, органы местного собрали 131-м. Другой вопрос. Если даже полномочия по решению вопросов местного значения и передаются для решения на уровень органов госвласти, эти вопросы не становятся полномочиями органов госвласти. Это и остаются вопросы местного значения. Просто на какой-то определённый период органы госвласти вправе эти полномочия перераспределить. поделить. Ирина Александровна, те полномочия, которые остались у городского округа, город Наридмар, как можно оценить их исполнение на сегодняшний момент? И что бы хотелось видеть в идеале, так сказать? Ну, наверное, не задача юристов оценивать исполнение полномочий. Поэтому в этой части я вряд ли могу дать. Имею право давать оценку. Ну, а есть какие-то критерии, вот те же, с юридической точки зрения, как должны исполняться полномочия? С юридической точки зрения критерий не установлен. Вообще вопросы местного значения, они сформулированы таким образом, что довольно сложно сказать, в какой момент вопрос местного значения решен полностью. Вообще, на самом деле это недостижимо. То есть это постоянный процесс. Орган местного самоуправления все время должен предпринимать какие-то действия по решению того или иного вопроса местного значения. Ну, например, если взять такой вопрос местного значения, за который отвечает городской округ, как обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями. То есть мы понимаем, что постоянно очередь растет, постоянно появляются новые граждане, которые имеют право на получение жилья. И постоянно этот вопрос органами местного самоуправления решает. Как бы вы могли ответить на этот вопрос, Виктор Ильянович? Мы все живем в городе, да, помимо того, что вы являетесь депутатом. Вот вы совершенно правильно сказали. Мы все живем в городе. Вот давайте сделаем просто. Вот мы можем сейчас выйти с этой студии, выйти на улицу Ленина, остановить первые 10 человек и сказать, вот граждане, что для вас важнее? Для вас важнее, чтобы глава города выполнял представительские функции, там, выезжая куда-то постоянно в командировки, там, в нашей столице, Москву и Питер? Или для вас важнее, что когда вы выходите из дома, территория возле дома была благоустроена, вы смогли спокойно выехать при домовой территории и безопасно ехать по дороге местного значения, не боясь потерять там колесо в каком-нибудь, люке и так дальше. Что для вас важнее? Чтобы глава города представлял, так сказать, местное самоуправление городское где-нибудь в Мехико или в Страсбурге, или чтобы вы жили в этом доме, где тепло, светло, можно приготовить пищу, то есть функции по обеспечению электро, тепла, газа и водоснабжения выполнялись в полном объёме. Вот что важнее? Я думаю, что любой житель скажет, вы знаете, вот представительские функции, это давайте немножко так, по праздникам, а для меня важнее, чтобы самые первичные мои потребности, они удовлетворялись. То есть жизнь граждан, жителей города должна быть достаточно комфортной, ну в мере финансового наполнения там окружных там и городских бюджетов. Ну комфортная, чтобы я мог спокойно жить, питаться, благоустроенная территория, нормальная дорога. Ну вот как-то так. Поэтому после этого перераспределения полномочий, функции органов местного управления, например, городского округа, они сводятся к определённому перечню по большей части хозяйственных вещей. И поэтому так важно, чтобы действительно на этой должности был человек, серьёзно знакомый с городским хозяйством, знающий, как оно функционирует, постоянно им занимающийся. То есть не просто представляющий интересы там города в каких-то более высоких инстанциях, а постоянно работающий над повышением комфортности проживания горожан на территории города, работающий над повышением комфортности жилья, обеспечения его содержания, жилья, дорог, благоустройства территории, первичные меры пожаротушения, организация рынка, сельхозпродукции, которой у нас до сих пор нету. И многие такие вещи, с которыми горожане сталкиваются. А вот вышли с дома и пошёл он по улице, там магазин, там рыночек, там это, там это, дорога чистая, машина проехала. Наиболее, самые близкие потребности горожан, понимаете? Поэтому органы местного самоуправления называются наиболее близкими к населению, потому что самые первичные такие вот функции по обеспечению жизнедеятельности, это как раз у них. Невысокие политические, а нормальные функции по обеспечению, чтобы город функционировал. Вот такая была логика вот инициаторов 95-го закона. Ирина Александровна, когда определялся перечень полномочий, которые перейдут на исполнение органов государственной власти, те, которые останутся в муниципальном образовании городского округа, город Наридмар, то есть с чего исходили? Это какие-то критерии определенные были. Виктор Юлианович уже ответил на этот вопрос. Исходили изначально из затратности исполнения полномочий. Оставляли те полномочия, которые они могли исполнять в пределах собственных доходов. Все, на что требовалось дополнительное финансирование из окружного бюджета, округ забрал себе. А есть какая-то ответственность за неисполнение тех или иных полномочий органами местного самоуправления, либо она не предусмотрена? Хотим исполняем, хотим не исполняем. Ответственность, конечно, есть. В частности, установлена ответственность для глав муниципальных образований. Не исполнение, не решение вопросов местного значения влечет удаление главы муниципального образования в отставку. Правда, процедура довольно сложная, но тем не менее она есть. А сами-то муниципалы, они как оценивают, что они говорят? Достаточно ли им финансирования, недостаточно ли они вносят какие-то свои изменения? Потому что, если я так сказать, новый сезон, возможно, будут какие-то еще изменения вынесены в данный закон. Ну, на самом деле, те изменения, которые уже вносились в 95-й закон, они обсуждались, в том числе и с муниципальными образованиями. И часть изменений вносилась по инициативе муниципальных образований. Поэтому в этом направлении работа ведется, закон дорабатывается с учетом мнения муниципалитетов. Можете добавить, Виктор Ильянович, непосредственно как законодатель, который тоже работает над этими документами, предложениями, может быть, вы видите свое какое-то идеальное решение тех проблем, которые они озвучивают? Понимаете, наш округ стал, можно сказать, одним из пионеров такого серьезного перераспределения полномочий, именно потому, что исторически вот сложилось таким образом, что схема управления выстраивалась только вот с Наринмахт. Поэтому, имея в виду, что была определенная практика вот такого управления, органы госвласти на определенном этапе решили, что, может быть, на более высоком уровне развития вернуться примерно к такой же схеме и оставить органов местом в своем управлении муниципального района городского округа только те полномочия, которые не в силах исполнить, как правильно сказала Ирина Александровна, в объеме собственных доходов. Почему это было сделано? Тут, конечно, я уже сказал, что первое, это исторически сложившаяся вот такая вот конструкция. Во-вторых, по большому счету, что значит, что не хватает денег на полномочия? Тогда округ, он вынужден в соответствии с законодательством определенные, через межбюджетные трансферты, определенные суммы передавать с бюджета округа в бюджет этих муниципальных образований. И округ столкнулся с тем, что несколько лет подряд на счетах муниципальных образований образовывались достаточно большие остатки. Их можно объяснять и объективными причинами, и субъективными. Но стало ясно, что некоторые вопросы, концентрация в одних руках, некоторые вопросы вообще бесспорны. Ну, просто бесспорны. Вот когда мы обсуждали этот закон, вернее, даже на стадии его подготовки, я тогда еще не был с законодателем окружным, а работал в Заполярном районе, бесспорными были вопросы концентрации в одних руках, вопросы строительства, потому что доходило до абсурда. Вопросы в сфере культуры, вопросы в сфере образования в городе, и были... По здравоохранению вопрос был решен федералами, и был спорным такой какой-то части вопрос по полномочиям в сфере образования на селе. Вот я до сих пор не могу сказать с уверенностью стопроцентного, что вот передача функций образовательных на уровень госвласти в селах, именно в селах, она вот стопроцентно правильная. Потому что район тогда занимался целенаправленно только сельскими школами и сельскими садиками. И мы знали, что есть специализированный такой отдел образования, который только занимался вот сельскими. Понимаете, почему так важно? Потому что то, что в городе, оно все тут рядом. Что муниципальному чиновнику доехать до этой школы, пешком дойти до четвертой, первой, третьей, ну, мы все это знаем. Что государственному? Разницы нет. А вот села, мы опасались, что они могут остаться снова как бы немножко в стороне. Вот тут мы посмотрим, как эта ситуация развивается. Дай Бог, чтобы всё было хорошо, но вполне возможно, мониторить ситуацию нужно. Я хочу сказать, что этот закон не является догмой. И слава Богу, что и органы госвласти, и органы местного управления согласились, что надо как-то взаимосогласовывать вопросы. И в каждом случае, когда есть какой-то затык узкой, место возникает, каким-то образом законодательно это регулируют. В большей части это удается. В некоторой части это не удалось. Поэтому был создан вот этот переходной период, о котором Ирина Александровна сказала. И вот практика покажет, как это будет дальше. Где-то и органы госвласти изменили точку зрения на ситуацию, где-то органы местного самоправления поменяли свою точку зрения. Поэтому путем взаимного согласования и взаимных уступок можно выявить наиболее такой реальный баланс полномочий и интересов. А вот на сегодняшний день все эти полномочия, которые определены, переданы, кроме вот того, что до 2020 года, а должны быть, либо есть какие-то еще не переданные полномочия? На сегодня все, что предусмотрено 95-м законом, за исключением тех полномочий, в отношении которых установлен переходный период, исполняется органами госвластия округа. А может быть такое, что этот список будет дополнен, что еще муниципалитет должен передать на исполнение органов государственной власти? Ну, это не исключено. А чем, например, это может зависеть? Ну, я думаю, что в целом, наверное, объем полномочий все-таки останется таким, какой он на сегодняшний день определен 95-м законом. Конечно, какие-то незначительные корректировки невозможны. Вот мы все понимаем, что у нас выборы нового мэра проходят. Какие задачи перед ним ставятся для того, чтобы вот эти полномочия исполнялись в полном объеме, чтобы не доходило до каких-то крайних мер? Опять же, мы как жители Ненецкого округа здесь можем отметить. Можно я постараюсь начать ответ на этот вопрос? Видите, в чем дело? Тут еще необходимо иметь в виду следующую вещь. федеральный законодатель дал право органам госвласти и субъектов определять систему выборов или систему выборов, так скажем, руководителей органов местного самоправления в тех муниципальных образованиях, где серьезные сосредоточения государственных интересов. Понимаете? Мы же сейчас о городе говорим, да? Мы ведь, да? Поэтому вот что такое наш город Наринмар. Он и муниципальные образования и административные центры Ненецкого автономного округа. То есть здесь есть интересы и местного самоправления, которые представляют интересы населения, и органы госвласти, которые тоже выбраны населением, тоже представляют его интересы. Но полномочия разные, ну они где-то переспределены, но разные. И поэтому для того, чтобы соблюсти баланс этих интересов, федеральный законодатель дал право в столицах субъектов устанавливать безальтернативно способ избрания главы муниципального образования. Вот то, что сейчас в городе реализуется, это фактически исполнение федерального закона, которое было утверждено нашим законом окружным. Способ выбора главы города, чтобы там были учтены интересы как местного самоуправления, так и органов госвласти, которые расположены в этом же городе. Ну, опять же, какие приоритеты, быть может, хотелось видеть от исполнения каких-то задач и целей в рамках тех полномочий, которые остались у муниципального образования новым главой, новым сети-менеджером? Ну, в принципе, мы об этом говорили, что тот объем полномочий, который остался в городе, это тот функционал, который обеспечивает выполнение наиболее близких к населению, решение наиболее близких к населению проблем. Обеспечение электро, газа, вода, снабжения, водоотведения, дорожная деятельность на дорогах местного значения, содержание жилфонда, благоустройство территории, вот такие вот вещи, там, меры первичного пожаротушения, охрана окружающей среды, рынки, значит, сельскохозяйственные рынки, места отдыха граждан, насколько я помню, создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, правила землепользования и застройки, благоустройства территории, аж до содержания мест, захоронения и ритуальные услуги. То есть, наиболее такие жизненные потребности горожан должны, вот в нашей редакции закона 95-го, должны выполняться органами местного управления. Это и будет задачей следующего главы города. И крайний вопрос будет мой, если глава города, там, муниципального образования городского округа Наридмар посчитал, что нужно что-то изменить. Он в каком порядке? Законодательной инициативой выходит предложениями? Законодательной инициативой может выйти городской совет как представительный орган, но у главы муниципального образования есть возможность просто обратиться к губернатору, обратиться в собрание депутатов, если он хочет предложить какие-то изменения в 95-й закон. И в любом случае это обращение будет рассмотрено. Виктор Юрьевич, есть что добавить? Ну, мне хотелось бы только пожелать удачного выбора вот комиссии, которая сейчас рассматривает кандидатуры на этот очень важный для всех горожан пост, ну и, естественно, городскому совету, которому принимать окончательное решение в этой кандидатуре. Все жители города прекрасно понимают, что это важнейшее решение, потому что в значительной степени оно будет определять тенденции развития города на перспективу. И очень важным здесь является ведь не только желание вот этого человека, желание вот сделать, чтобы всем было хорошо, а его навыки чисто хозяйственные, навыки взаимодействия с органами государственной власти, навыки нахождения вот этого баланса интересов, понимаете? и вот не может жить местное самоуправление безвоздушном пространстве, само замкнувшись на себя. Оно работает с населением и с органами государства власти, и все уровни власти заинтересованы в том, чтобы интересы запроса населения, они были удовлетворены. Вот наиболее эффективные пути удовлетворения таких запросов мы и ищем, распределяя полномочия. Что ж, на этом мы завершаем. Я благодарю вас, Ирина Александровна, вас, Виктор Ильянович. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго, увидимся.